Уважаемые коллеги, вы видите, что неодевантному лечению сейчас относится несколько иначе, чем еще несколько лет назад. Ну, в частности, ранее основной точкой приложения неодевантного лечения в основном были неоперабельные и операбельные опухоли. Сейчас же акценты несколько сместились. Ну, в частности, цель неодеванной терапии – это увеличить частоту выполнения органосохраняющих операций, получить более точную информацию о биологии рака, то есть определить чувствительность опухоли к тому или иному виду системного воздействия и ускорить оценку новых видов системной терапии. Не несколько лет, как это выполняется при одевантном лечении, а в течение нескольких месяцев. На этом слайде представлены основные, хорошо известные исследования, рандомизированные исследования, которые посвящены изучению эффективности неодевантного лечения. Сюда входят как традиционная химиотерапия, включающая токсанная энтероциклина, так и таргетная терапия. И в этих же исследованиях особое внимание уделяется возможности расширения показаний к органосохраняющему лечению после неодевантного лечения. В частности, как показано в нашей работе, проведенной вне онкологии, неодевантное лечение вне зависимости от схемы увеличивает количество органосохраняющих операций, что наиболее видно при токсансодержащей схеме лечения. Однако при выполнении органосохраняющей операции, естественно, возникает вопрос, как же такая операция повлияет на прогноз заболевания. Как показал целый ряд рандомизированных исследований, в том числе и метаанализ большого спектра исследований, уменьшение объема оперативного вмешательства как при первичной опухоли, так и после неодевантного лечения не сказывается на общей выживаемости. В то же время все-таки показатели безрецидивной выживаемости при органосохраняющем лечении были несколько ниже, чем после мастектомии. Хотя в последнее время за счет учета факторов риска, за счет применения эффективных схем химиотерапии, таргетной терапии и лучевой терапии, вот эта разница практически нивелируется. Но, тем не менее, все-таки частота рецидивов по-прежнему несколько выше. Какие же факторы риска используются при неодевантном лечении? Собственно говоря, точно такие же, как и при первичной опухоли. Это и края резекции, и наличие обширного потокового компонента, ширина резекции, возраст, инвазия лимфатических сосудов, степень злокачественности, мультицентричность, статус лимфоузлов. Ну и в последние годы учитываются и биологические факторы, в том числе биологический подтип опухоли. Но то, что касается неодевантного лечения, по всей видимости, здесь некоторые факторы добавляются. В частности, при неодевантном лечении явно видно влияние, какое лечение было. Была ли это просто химиотерапия или это было сочетание системного лечения химиотерапии с таргетным лечением? Ну, в частности, в проекте НААХ показано, что при выполнении органосохраняющих операций, в принципе, увеличилось количество органосохраняющих операций. И при выполнении сохранных операций, при сочетании химиотерапии с таргетной терапией, количество рецидиов было ниже, чем без таргетной терапии. Кроме того, оказывает влияние и степень регресса опухоли, морфологического регресса опухоли. Ну, в частности, как показано в нашем исследовании, при полном регрессе опухоли и применении токсанов практически в два раза увеличивается количество вот этих регрессов. И в протоколы NSBP B27 и B18, которые были проведены еще до этого, там не использованы были таргетные препараты, только токсаны и антрациклины. Но, тем не менее, показано, что безрецидивная выживаемость при полном регрессе морфологическом все-таки достоверно выше, чем при отсутствии данного регресса. То же самое показано и в нашем исследовании, завершенном в прошлом году. Здесь представлены объединенные данные двух протоколов B18 и B27 в рамках NSBP, которые изучали эффективность химиотерапии, токсаны антрациклины, содержащие химиотерапию, и были специально выделены факторы риска развития рецидивов, местных региональных рецидивов в зависимости от объема оперативного вмешательства. Ну и, в частности, для органосохраняющих операций выделены вот такие факторы риска. Видите, помимо возраста и статуса лимфатических узлов, здесь учитывается и степень морфологического регресса в том числе. Ну и таким образом здесь можно добавить вариант неодевантного лечения и степень лечебного патоморфоза. При проведении неодевантного лечения клиницисты, естественно, задают себе вопрос о тактике дальнейшей терапии. Если мы оцениваем на промежуточном этапе, то возникает вопрос, необходимо ли продолжать лечение по той же самой схеме, либо, если нет эффекта лечения на основании результатов лучевых медагностики, нужно ли менять схему лечения или переходить на какие-то экспериментальные методы лечения. Если же эффект есть определенный, то какое хирургическое вмешательство показано в этой ситуации? Либо это мастектомия, либо органосохраняющая лечение. Естественно, мы оцениваем методы лучевой диагностики. Маммография, УЗИ, сонная эластография, мамосантиграфия, магнитная резонанса, пациентомография. Все эти методы обладают своими преимуществами и своими недостатками. На точность диагностика влияет и возраст пациентов, и состояние молочной железы, соотношение жирового железа, компонентов молочной железы. В том числе в последнее время учитывается и биологический подтип. И, естественно, при оценке эффективности лечения мы, прежде всего, опираемся на те методы, которые наиболее объективно визуализируют опухоль. По данному слайду видно, что на первом месте стоят мамосантиграфия, МРТ молочных желез и УЗИ сонной эластографией в отношении предсказания полного морфологического регресса опухоли. Эти же методы, собственно говоря, эффективны и в предсказании эффективности лечения уже во время второго раунда оценки, то есть уже после двух-трех курсов химиотерапии мы можем с той или иной вероятностью говорить о том, будет эффект в данном лечении или его не будет, и нужно менять схему лечения. На основании всех этих методов диагностики, о которых сегодня было сказано, предложен вне онкологии вот такой алгоритм оценки эффективности лечения, который, конечно, не учитывает все тонкости диагностики, но, тем не менее, он все-таки позволяет определиться с тактикой лечения больных, подвергающихся неодевантному лечению. Прежде всего, клиницистов наверняка интересуют именно органосохраняющее лечение. Если речь идет о первичной опухоли, то, как правило, проблем никаких нет, потому что существует, если это опухоль, пальпируемая, совершенно четкие границы, на которые мы ориентируемся. Если же пациентка подверглась неодевантному лечению, тут возникают проблемы. Если это частичный регресс или это полный регресс, мы, конечно, пытаемся добиться чистых хирургических краев, что иногда достаточно сложно. Но, тем не менее, все-таки некоторые методы диагностики и некоторые опции позволяют нам снизить вероятность рецидива при выполнении сохранных операций после неодевантного лечения. Прежде всего, это, конечно, тщательная оценка данных инструментальных методов обследования, которые уже были показаны. Это и маммографическое исследование, и УЗИ сонной эластографии, как показано в данном случае. Это исследование Екатерина Александровна Буськова выполняла. В данном случае показан полный лекарственный патоморфоз. Естественно, сложно в такой ситуации ориентироваться на то, где располагается опухоль. То же самое и магнитно-резонансная томография, и теплонный лекарственный патоморфоз опухоля. То же самое и маммосинтиграфия. Кроме того, при исследовании нужно учитывать и перспективы течения данного опухоля. В частности, мы ориентируемся на первичную опухоль, но нельзя забывать, что существуют такие факторы, как обширный внутрепотоковый компонент, мультицентричность, мультифокальность, которые нередко не выявляются при некоторых методах диагностики. В частности, существуют два пика наиболее частого рецидивирования после органосохраняющих операций. Первый пик в пределах двух лет – это истинные рецидивы. И второй пик – это после пяти-шести лет. Помимо истинных рецидивов, источником рецидивов может быть как развитие опухоли Денова, так и очаги мультицентричности, мультифокальности, которые были пропущены либо до начала лечения системного, либо до начала хирургического лечения. Следующее – это разметка первоначальных краев опухоля, о чём уже говорила Пётр Владимирович Криволочка. Ну, в частности, татуировка до начала химиотерапии. Мы уже, если есть эффект определенный, либо частичный эргресс, либо полный эргресс, мы можем уже судить, какие края резекции приблизительно будут. Вот, в частности, татуировка – это после операции пациентка. Здесь татуаж перманентный до оперативного вмешательства. Кроме того, можно ставить во время биопсии металлические вот такие маркеры, металлические клипсы, которые также позволяют интероперационно сориентироваться по краям резекции и всё-таки добиться чистоты их. Непосредственно предоперационная маркировка, которая проводится уже после химиотерапии или гормонотерапии, непосредственно перед операцией, она нам позволяет сориентироваться в локализации опухоли и избежать повторной резекции. Далее, интероперационные и послеперационные исследования кореев резекции и субареолярной зоны. Ну, несмотря на то, что Александр Алексеевич выступает против интероперационного исследования, тем не менее, в некоторых ситуациях морфологи всё-таки нам дают достаточно чёткий ответ уже во время операции, и можно избежать затем повторной резекции уже через 10-14 дней после операции. Это мы можем сделать во время одного оперативного вмешательства. Ну, естественно, обязательно после операционного исследования краёв резекции – это обязательное условие. Всё дело в том, что во время неодиантного лечения возможно несколько вариантов эффекта лечения, в частности, то, что уже говорил Пётр Владимирович, это равномерное уменьшение опухоли и фрагментарное уменьшение опухоли. То есть формально объём опухоли уменьшается, но его площадь не уменьшается. И если пальпаторно мы ориентируемся только на один очаг, который пальпируется, а остальные очаги могут не визуализироваться при некоторых методах исследования. Если мы ориентируемся только на один очаг, то в дальнейшем это в лучшем случае будет позитивный край, а в худшем случае – рецидив. Ну и, естественно, должна быть адекватная оценка степени лекарственного патоморфоза и статуса региональных лимфатических узлов, так как от адекватной оценки зависит дальнейшая тактика лечения. В первую очередь, системное лечение, потому что если это полный лекарственный патоморфоз действительно, то можно ограничиться тем лечением, которое было до операции. Если же его нет, то, конечно, необходимо послеоперационное, то есть адювантное лечение. Если возникает ошибка, то тактика лечения будет совершенно неверной. То же самое относится и к лимфатическим узлам. Ну тут насчет лимфатических узлов еще есть такой момент, что в среднем после неадювантного лечения удаляется на три лимфатических узла меньше, чем без неадювантного лечения. За счет уменьшения размеров опухоли, и, в принципе, потенциально вот эти неудаленные лимфоузлы, они могут быть источником рецидива. Хотя если проводится полноценное системное лечение и лучевая терапия, то практически этот риск нивелируется. И, как показало данное исследование, на прогноз это практически не влияет. Ну и, как уже сказал, полноценное послеоперационное лечение, то есть лучевая терапия, неадювантное системное лечение позволяет избежать рецидивов, локорегиональных рецидивов. Ну, как показано в нашем исследовании, действительно, в частности, проведение лучевой терапии не влияет на выживаемость, но, тем не менее, все-таки влияет на безрецидивную выживаемость. Ну и можно сделать следующее заключение, что показания к сохранному лечению должны быть основаны, я имею в виду, после неадювантного лечения, должны быть основаны на результатах тщательного клиника морфологической оценки степени местного распространения опухоли после неадювантного лечения. Однако ни один из методов лучевой диагностики пока не позволяет достаточно надежно предсказать полный лекарственный патоморфоз. Поэтому даже если мы видим клинически полный регресс, то оперативное лечение все равно выполнять необходимо, потому что нередко имеется расхождение между методами лучевой диагностики и методами морфологического исследования. Ну и третье – это адекватное неадювантное иадювантное лечение, основанное на индивидуальных биологических характеристиках опухоли, приводит к достоверному снижению частоты рецидивов и местных, и отдаленных. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.